здравствуйте уважаемые студенты сегодняшняя наша лекция поляризация света план сегодняшней лекции рассмотрим значит дадим определение естественному поляризованному свету рассмотрим закон малюса рассмотрим поляризацию света при отражении при ломлении рассмотрим двойное лучи преломления то есть объясним что это такое и в конце рассмотрим интерференцию поляризованных тел лучей извините с прошлых занятиях как мы говорили свет представляет собой сложные явления в одних случаях он будет себя ведет себя как электромагнитная волна в других как поток частиц поляризация света объясняется со стороны волновой оптики так как в электромагнитной волне колеблются и вектор напряженности электрического поля и и вектор напряженности магнитных полей опыты показывает что свет вызывается колебаниями электрического вектора в соответствии с этим мы будем говорить о световом векторе то есть световой вектор это вектор напряженности электрического поля поляризации света называется явление проявление поперечные свойства световых волн что такое естественный свет естественный светом называется свет в котором световой вектор равноправные во всех направлениях и может менять свою ориентацию ориентацию хаотические смотрим на первый на рисунок 1 а поляризованным называется свет в котором направление колебания светового вектора каким-то образом упорядочены свет в котором вектор напряженности колеблется только в одном направлении перпендикулярному лучу называется плоскополяризованным либо линейно поляризованным рисунок в если в результате как их либо в внешнем воздействии появляются преимущественные направления колебаний вектора напряженности электрического поля то имеем дело с частично поляризованным светом рисунок b рассмотрим два взаимно перпендикулярных электрических колебаний совершающих вдоль осей х и у отличающих по фазе на дельта запишем уравнение зависимости напряженности в этих осях от времени результирующая напряженность находим по рисунку результирующую напряженность если разность фаз изменяется по времени то направление светового вектора будет испытывать скачкообразные неупорядоченные изменения допустим что световые волны когерентны и разность фаз между ними равна нулю тогда угол между напряженности световой волны и проекцией ех то есть вот он этот угол фи равен отношении амплитуд результившие колебания совершается в фиксированном направлении волна оказывается плоско поляризованным когда амплитуды между собой равны и разность фаз равен на пи пополам значит плоскостью поляризации называется плоскость проходящей через направление колебания светового вектора линейно поляризованный свет можно легко получить пропустив естественный свет через кристалл турмалина разрезанного параллельно кристаллографическим осям турмалин сильно поглощать световые волны перпендикулярные оптической оси в результате сложения двух монохроматической волн поляризованный во взаимно перпендикулярной плоскости во времени распространение по одному направлению образуется эллиптический поляризованная волна плоско поляризованный свет можно получить из естественного с помощью приборов поляризаторов поляризаторы свободно пропускают колебания параллельной плоскости и полностью или частично задерживает колебания перпендикулярно к его плоскости на выходе несовершенного поляризатора вот он поляризатор два поляризатора первый является поляризатором второе анализатором на выходе несовершенного поляризатора частично поляризованный свет то есть свет в котором колебания одного направления преобладает над колебаниями других направлений если пропустить частично поляризованный свет через поляризатор то при вращении прибора вокруг направления луча интенсивность прошедшего света будет изменяться в пределах от максимального значения интенсивности до минимального значения интенсивности переход от одного из этих значений к другому будет совершаться при повороте угла на 90 градусов как видно по рисунку выражение называется степенью поляризации для плоско поляризованного света минимальное значение интенсивности равна нулю при этом степень поляризации равна единице для естественного света максимальное значение интенсивности и минимальное значение интенсивности между собой равны при этом степень поляризации будет равной нулю Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть на поляризатор падает плоскополяризованный свет амплитуды равной а нулевой. И интенсивности начальной сквозь прибор пройдет параллельность составляющей колебаний с амплитудой. Так как интенсивность света прямо пропорциональна квадрату амплитуды, можно записать выражение. И это выражение называется выражением закона Малюса. Закон Малюс формулируется, что интенсивность света через анализатор меняется в зависимости от угла поворота. И интенсивность света через анализатор прямо пропорционален квадрату косинуса угла между осями поляризатора и анализатора. Первый полироид выполняет роль поляризатора. Второй полироид выполняет роль анализатора. Поляризатор служит для преобразования естественного света на линейно поляризованный. А анализатор служит для изучения падающего на него света. Поставив на пути естественного луча два поляризатора, плоскости которых образует угол Фи, то можно получить естественную и интенсивность плоскополяризованного света через первый поляризатор, равный половине и интенсивности естественного света. Согласно закону Майлуса, интенсивность света через второго поляризатора, то есть анализатора, меняется в зависимости от угла. Тогда интенсивность света прошедшего через обеих поляризаторов можно будет записать в следующем выражении. Максимальная интенсивность равной половине и интенсивности естественного света получается лишь при угла, равной нулю, то есть при этом плоскости поляризатора между собой параллельны. При угле Пи пополам интенсивность равна нулю, так как скрещенные поляризаторы не пропускают свет, то есть оси поляризаторов между собой перпендикулярны. Теперь мы с вами рассмотрим поляризацию при отражении и преломлении. Если угол падения света на границу раздела двух диэлектриков отличен от нуля, отраженные и преломленные лучи оказываются частично поляризованы. В отраженном луче преобладают колебания перпендикулярные к плоскости падения. Эти колебания обозначены точками. А на преломленном луче больше колебаний, лежащих на плоскости падения. На рисунке мы их изобразили двусторонними стрелками. При равенстве угла падения углу брюстера отраженный луч преобразуется на плоско поляризованный, то есть полностью поляризуется. При этом преломленный луч поляризуется частично. Степень поляризации отраженного пучка зависит от угла. При нормальном падении свет полностью поляризован, а при падении под углом, который называется углом полной поляризации, либо называемого углом брюстера, отраженный свет поляризован на 100%. То есть полностью. Угол поляризации, то есть угол полной поляризации, связан с показателем преломления соотношением. Следующим. Где? Н1 – показатель преломления среды, в котором распространяется луч. Н2 – показатель преломления среды, лежащий по другую сторону отражающих границ. Если свет распространяется в воздухе, то показатель преломления среды, в котором распространяется луч, равна единице. И выражение закона брюстера можно будет привести к следующему. Угол полной поляризации, как мы выше указали, называют углом брюстера. О соотношении с законом брюстера в честь шотландского физика Дэвида Брюстера, открывшего его экспериментально в 1812 году. Формулы могут быть получены на основе электромагнитной теории света. Интересно отметить, что при падении под углом брюстера отраженные и преломленные лучи взаимно перпендикулярны. То есть угол между отраженным и преломленным лучами равен 90 градусов. Теперь мы с вами рассмотрим двойное лучи преломления. При прохождении света через все прозрачные кристаллы, за исключением принадлежащие к кубической системе, наблюдается явление, получившее название двойного луча преломления. Это явление заключается в том, что упавший на кристалл луч разделяется внутри кристалла на два луча, распространяющиеся с разными скоростями и в различных направлениях. Кристаллы, обладающие двойным лучопреломлением, подразделяются на односнойные и двуснойные. У односнойных кристаллов один из преломленных лучей подчиняется обычному закону преломления. В частности, он лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью к преломляющей поверхности. Этот луч называют обыкновенным и обозначивают буквой О. Для другого луча, называемого необыкновенно, обозначиваем буквой Е. Отношение синусов угла падения и угла преломления не остается постоянным при изменении угла падения. То есть, этот необыкновенный луч не подчиняется законам преломления. Даже при нормальном падении света на кристалл необыкновенный луч отклоняется от нормали. Кроме того, необыкновенный луч не лежит, как правило, в одной плоскости с падающим лучом и нормальную к преломляющей поверхности. Примерами одноосных кристаллов могут служить исландский шпат кварц-турмалин. У двухосных кристаллов можно представить, как слюда и гипс. Оба луча необыкновенные. Показатели преломления для них зависят от направления в кристалле. В дальнейшем мы с вами будем рассматривать только однооснойных кристаллов. Любая плоскость, проходящая через оптическую ось, называется главным сечением или главной плоскостью кристалла. Исследование обыкновенного и необыкновенного луча показывает, что оба луча полностью поляризованы во взаимно перпендикулярных направлениях. Свойства обычных и необычных лучей. Можете рассмотреть. В обыкновенном луче колебания светового вектора происходят в направлении перпендикулярно главной плоскости кристалла. В необыкновенном луче колебания светового вектора совершаются в главной плоскости кристалла. Обыкновенный луч во всех направлении кристалла распространяется с одинаковой скоростью. Необыкновенная луч во всех направлениях кристалла распространяется с различными скоростями. Понятно, двояко преломляющие кристаллы обладают еще свойством дихроизма. То есть различное поглощение света в зависимости от ориентации электрического вектора световой волны. Такие кристаллы называются дихроичными кристаллами. Примером сильно дихроичного кристалла является кристалл толмалина, в котором из-за сильного селективного поглощения обыкновенного луча уже при толщине пластинки, равной 1 мм, из нее выходят только необыкновенные луча. Если пропустить естественный свет через вырезанную параллельную оптическую оси кристаллическую пластинку, из пластинки выйдут два поляризованных во взаимно перпендикулярно плоскости луча. Между ними значит из пластинки выйдут два поляризованных во взаимно перпендикулярно плоскости лучей 1 и 2, между которыми будет существовать разность определяемой формулы вахт. Поставим на пути этих лучей поляризатор колебания обоих лучей после прохождения через поляризатор будут лежать в одной плоскости. Амплитуды их будут равны составляющим амплитуды лучей 1 и 2 в направлении плоскости поляризатора. Вышедшие из поляризатора лучи возникают в результате разделения света полученного от одного источника. Поэтому они казалось бы должны интерферировать. Однако если лучи 1 и 2 возникает зачет прохождения через пластинку естественного света, они не дают интерференции. Это объясняется весьма просто. Хотя обыкновенные и необыкновенные лучи порождены одним и тем же источником света. Они содержат в основном колебания, принадлежащие разным цугам волн, испускаемых отдельными атомами. Поскольку отдельные цуги некогерентны, возникающие из естественного света обыкновенные и необыкновенные лучи, а следовательно и лучи 1 и 2 также оказываются некогерентны. Иначе обстоит дело, если кристаллическую пластинку падает плоскополаризованный свет, в этом случае колебание каждого цуга разделяется между обыкновенными и необыкновенными лучами в одинаковой пропорции. Поэтому лучи обыкновенные и необыкновенные, но следовательно и лучи 1 и 2 оказываются конгерентными и будут интерферироваться. На этом наше занятие лекция закончена. До свидания. Можете воспользоваться списком литературой. Продолжение следует...